Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Северяне продолжают отдавать мошенникам крупные суммы денег. Так жительница Надыма поверила лжесотруднику банка, что на нее пытаются оформить кредит. Тот посоветовал ей установить некое приложение, оформить там ответный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. В три захода Надымчанка взяла 2 миллиона 200 тысяч рублей. После получения денег эфиристы перестали выходить на связь. Похоже, история произошла в Харпе. Там местному жителю позвонил псевдополицейский и рассказал ему о попытке оформить на его имя кредит. Звонивший убедил ямальца перевести на некий счет 1 миллион и 800 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В Таркасале будут судить мужчину за покушение на брата. Ранее 35-летний житель Тюменской области приехал в бригаду к своему брату на заработки. 26 августа 2021 года неоднократно судимый вахтовик выпивал в компании девушек и решил выяснить отношения со старшим братом, который был его начальником. Улучив момент, злоумышленник взял в руки нож и нанес ему удары в грудь и шею. 43-летний бригадир выжил благодаря усилиям медиков, а нападавшего заключили под стражу, где он будет ожидать вердикта суда. В Красноселькупе суд рассмотрит дело местной жительницы, которая побила полицейского. Все произошло в декабре прошлого года, когда в одном из местных общежитий собралась компания с горячительными напитками. Сбор прошел шумно и буйно, а потому соседям пришлось вызвать полицию. На место выехал участковый и попросил компанию прекратить беспорядок. Одна из дамочек в ответ на это ударила полицейского, за что отправилась в дежурную часть. Протрезвев, женщина раскаялась и во всем призналась. Уголовное дело по этому факту ушло в суд. 58-летняя жительница газовой столицы предстанет перед судом за неправильное хранение оружия, которое привело к гибели человека. Как сообщает полиция, с декабря 2015 по август 2020 года ранее не судимая дама 63-го года рождения хранила полученное по наследству от мужа гладкоствольное ружье в шкафу. В один момент оно оказалось в руках члена ее семьи и выстрелило в другого человека. В отношении северянки возбуждено уголовное дело. Ей грозит 6 месяцев заключения. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok